МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул, здравствуйте. Жители Неси и Нижние Пёши прошли первый этап вакцинации от COVID-19. В Неницком округе продолжается прививочная кампания от коронавирусной инфекции. Осторожно, начинающий водитель в Неницком округе стартовала акция, направленная на привлечение внимания к новичкам на дорогах. На турпродукт с пометкой «Сделано в НАУ». В окружной столице открылась ярмарка, на которой представлены местные деликатесы и национальные сувениры. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. На продолжение строительства дороги на Ринмар-Усинск в 2021 году направят почти 2 миллиарда рублей. Это федеральные средства. Они будут выплачены подрядчику за выполненные работы в рамках заключенных контрактов. Напомню, транспортная артерия строится в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на спроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На первом участке будущей трассы стройка идет на первом и третьем этапах. Так произведена отсыпка земляного полотна в объеме 227 тысяч кубометров. Это 65% от общего объема. На третьем этапе выполнено 74% работ. Причем строительство идет с опережением графика. Параллельно компания «Техносфера» ведет строительство второго участка дороги на Ринмар-Усинск. В планах подрядной организации опередить контрактный срок на год и сдать весь участок в 2022 году. Добавлю, профильным ведомствам ведется работа с Минтрансом России о привлечении дополнительного финансирования на строительство автодороги на Ринмар-Усинск в 2021-2022 годах. В частности, на нулевой участок с мостом через реку Шапкино. Еще пять случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нинницком округе за прошедшие сутки. Это жители Нарьинмара, Красного и Хруты. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по Нинницкому округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтверждены 997 случаев. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 7 пациентов. На лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 58 пациентов, в том числе 3 бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 11 человек. Находится на амбулаторном лечении 47 человек. В регионе зарегистрировано 7 летальных исходов от коронавируса. Напоминаем, что в Нинницком автономном округе действует режим повышенной готовности, а также меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В том числе масочный режим, режим самоизоляции для граждан, прибывающих с территории других регионов. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу. По короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. В Нинницком округе продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Первый этап уже прошли более полутора тысяч граждан из Нарьинмара и Заполярного района. На этой неделе прививку поставили жителям Нижней Пеши и Неси. Алина Воучейская продолжит тему. В коридорах Невской участковой больницы в день вакцинации выстроилось три очереди. Первая – для проведения тестирования на наличие антител коронавирусной инфекции. Это начальный и обязательный этап. Делаем пока работникам ЖПУ, детский сад, школа, медики и торговля. То есть те люди, которые больше взяли? Да, естественно. Пока только тем, кто работает с населением. Жалоб нет, Никита? Нет. Если у пациента не обнаружили антител COVID-19, он отправляется в кабинет фельдшера. Здесь проводится осмотр. Проверяют тщательно, начиная от температуры и заканчивая пульсоксиметрией. Это измерение уровня кислорода в крови. Также медик собирает анамнез. Смотрим, болели ли они сейчас в ближайшее время. ОРВИ, ОРЗ, какие-то респираторные заболевания, хронические заболевания, сердечно-сосудистые, легкие. И были в контакте с COVID-19, потому что у нас была вспышка. Сейчас пока вроде более-менее нормализовалось. В случае, если нет никаких противопоказаний к вакцинации, пациент заполняет необходимые документы и направляется в прививочный кабинет. Она размораживается. Для вакцинации используется двухкомпонентный гамм-ковид-вак или спутник ВИ. Его транспортировка организована по принципу холодной цепи. Хранить и перевозить вакцину можно только при температуре минус 18 градусов. Поэтому в села вакцину завозят ограниченными партиями, в зависимости от запроса населения. Какие-то сложности при использовании этой вакцины или в принципе все как обычно? Ну, только доставка. А так все. Вакцинация прошла достаточно организованно. Пока желание привиться от коронавирусной инфекции изъявили 90 несиан. Все-таки возраст, общение с детьми. Мы работаем в Доме народного творчества. И хочется быть здоровыми, обезопасить себя и окружающих. Остальные жители смогут поставить прививку, когда в село завезут вакцину для второго этапа. Всего же по состоянию на 19 февраля в Ненецком округе от коронавируса вакцинировались 1573 человека. Первый этап прошли 1066 человек, второй – 507. Котки навозили вакцину, в понедельник вакцина улетела в Амдер, мы в Амдерме население прививали. Потом Антик, Нильминоз, Красная, Телеска. В маленькие населенные пункты Макаровой Коя тоже вакцину должны были отвезти. Потихоньку небольшими партиями мы закроем все населенные пункты. И когда будем подвозить второй этап, те, кто желает еще привиться, будут первые доставлены. Чтобы записаться на прививку, сельчанам необходимо сообщить о желании вакцинироваться в местное медучреждение. Жители Нарьинмара и поселка Искатели могут встать в очередь через портал Госуслуг, либо обратиться на единую горячую линию по номеру 122. Также записаться можно через поликлинику, к которой вы прикреплены. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Нагрузку выдержит глава региона Юрий Бездудный, посетил Нарьинмарскую электростанцию. Губернатор решил лично проверить состояние дел на стратегически важном объекте. Подробности далее. В период таких крепких морозов нагрузка увеличилась? Да, сильно. Сильно увеличилась для потребления электроэнергии. Сейчас идет пиковая нагрузка. За состоянием всех важных узлов рабочие Нарьинмарской электростанции следят ежеминутно. Тотальное внимание позволяет контролировать процесс бесперебойной подачи электричества в дома горожан, в социально значимые объекты и на предприятия. Мощность будем увеличивать. Это в случае, если переходить в режим, скажем так, в энергетике выживания, то есть мы будем увеличивать мощность из-за того, чтобы в случае, если не было, что-то произошло с основным оборудованием, максимально могли покрыть нагрузки населения города Нарьинмаркуса, с 5 факторов. Сейчас на установке у турбин электростанции ложится максимальная нагрузка. Такие морозы потребления электричества возрастают в разы. Важно, чтобы не произошло сбоев. И по основным газотурбинным установкам у нас их 5, работают сейчас 4. 4 – это 24 мегаватта каждая по 6. Мы видели в пункте управления нагрузка в районе 20. То есть у нас и так сейчас есть резервы. По словам директора предприятия Евгения Синокосова, электростанция готова к длительным нагрузкам на 100%. Во время подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты ушли долговременные прогнозы погоды. Хорошо подготовились к морозам. В составе 4 машины, плюс аварийный дизель-генератор. Запас топлива у нас хранится в полном объеме, который необходим для этого. Основе топлива, он под действующим контрактом, поставляется на предприятие по газопроводу. Там проблем, нареканий тоже нет у нас. Все хорошо. На электростанции функционируют 4 газотурбинных установки, каждая из которых генерирует 6 мегаватт электроэнергии. Общая нагрузка сегодня составляет 19,5 мегаватт. Глава региона оценил уровень готовности предприятия. У нас есть резервы по мощности. Даже если будут какие-то пиковые нагрузки, электростанция вполне справится с этими пиковыми нагрузками. То есть в целом мы сегодня проверили, как работает электростанция, и убедились, что электростанция готова к любым пиковым нагрузкам. Юрий Бездудный отметил, что электростанция не только справляется с работой в условиях аномально низких температур, но и имеет необходимые резервы. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». Осторожно, начинающий водитель. В Ненецком округе стартовала акция, направленная на привлечение внимания к новичкам на дорогах. Мероприятие решили провести из-за роста количества дорожно-транспортных происшествий. Наша съемочная группа отправилась в автошколу, чтобы узнать, какие типичные ошибки допускают те, кто только получил права на управление автомобилем. Наталья Дуркина расскажет подробнее. Когда позади 20 вопросов, на экране появляется долгожданное зеленое окно. Экзамен сдан. Алексей Васиков на полпути к получению водительского удостоверения. Я пока что не уверен был. Ну, как сдал? Ну, сдал. С одной ошибкой. Что тебе еще предстоит? У меня еще площадка и город. Готов? Ну, площадки, да, и городу не особо. Для того, чтобы получить право на управление автомобилем, ученики автошкол проходят три испытания. Теоретический экзамен, автодром и вождение в городе. Первым по счету идет тест на здание ПДД. 20 вопросов за 20 минут с правом на две ошибки, с которыми добавляются 5 и 10 дополнительных вопросов соответственно. Они торопятся, отвечают, потом говорят, ой, я не то нажал. Это основное. Потому что в основном все волнения, конечно, тоже это сказывается. А типичных ошибок, которые проанализируют, чтобы они все тут на таком-то вопросе, такого нет. Следом так называемый городок. Эта часть экзамена, как правило, дается будущим водителям проще всего. В нее входит демонстрация навыков по трем упражнениям из пяти разученных. Впрочем, и здесь допускают достаточно ошибок. Ремень, заезжают за линии, за конусы, за габариты. Главное, они все волнуются. Когда они без инспектора, они едут хорошо. Инспекторы видят, что-то случается. Самым сложным, по словам учеников, считается вождение в городе. Вместе с курсантом едет его инструктор и инспектор ГИБДД, который ведет запись о прохождении экзамена и фиксирует ошибки. Ну, во-первых, вождение в городе сдается по пятницам, когда движение достаточно интенсивное. Поэтому тут без хороших навыков сдать практически невозможно. Тем более, что принимают сейчас очень жестко. Требуют так же, как с водителем профессионалов. С учетом, что водители по городу ездят все с мелкими нарушениями. Где-то немножко на встречку перед поворотом налево сильно берут. Где-то на пешеходный переход заезжают. Много всего делают. То, что их, в общем-то, за это не накажут. А учеников на экзамен за это наказывают. После удачной сдачи всех трех этапов ученик получает водительское удостоверение. Получив право управления автомобилем, водитель начинает нести определенную ответственность. С начала текущего года госавтоинспекция была зарегистрирована свыше 100 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Из которых произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В результате которого три человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. В основном все дорожно-транспортные происшествия происходят из-за невнимательности водителей. На дороге сейчас скользко. Несоблюдение дистанции – это основная причина всех ДТП. Только в 2020 году было совершено три ДТП с участием водителей, у которых стаж вождения меньше двух лет. Из них в одном из происшествий погиб начинающий водитель, который за рулем был менее шести месяцев. В связи с этим мы на этой неделе запустили акцию «Начинающий водитель», в рамках которых мы выдаем начинающим водителям, которые приходят в госавтоинспекцию уже после сдачи всех экзаменов за получение водительским удостоверением. Мы вручаем начинающему водителю наклейку на автомобиль, который так и называется, знак начинающего водителя, с которым он должен ездить три года. Если он с ней ездить не будет, то там влечет административная ответственность в виде предупреждения либо административного штрафа. Данный знак будет предупреждать других участников дорожного движения о том, что за рулем начинающий водитель. Пренебрегать им не стоит. Бураны на старт в Ненецком округе утвердили дату проведения гонок на снегоходах. Соревнования состоятся 20 марта. Речь об этом шла на заседании Организационного комитета по проведению спортивного праздника под председательством губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного. По итогам народного голосования, которое проходило в социальных сетях, местом проведения гонок назначили район Качгартинской Курьи. А сейчас согласовали и дату проведения. Гонки пройдут в субботу 20 марта. На следующий день, в воскресенье 21 марта, состоятся спортивные состязания оленеводов Семенхат-Меретам. Хотелось бы провести его действительно на высоком таком организационном уровне. Прошу всех подключиться к этому вопросу. Всех без исключения. Ольга Сергеевна, подключите свои структуры, чтобы действительно мы там развернули этот городок такой интересный, чтобы люди пришли и насладились этими гонками. Надеюсь, что у нас все пройдет хорошо. Кроме того, губернатор Юрий Бездудный поручил при подготовке соревнований учесть все пожелания постоянных участников гонок на снегоходах, в том числе по организации стартовой зоны, техническому сопровождению и не забывать о том, что это также праздник для жителей и гостей округа. Безусловно, не забывая об участниках соревнований и с бригадами, и с гонщиками, уже будем именно готовить так, чтобы мероприятия прошли все в положительном формате и силовой структуры нам в плане организации безопасности необходимой мы уже будем на постоянной основе проводить для того, чтобы уже готовиться к гонкам. В этом году гонки на снегоходах пройдут в 25-й раз, поэтому глава региона выразил желание сделать праздник действительно незабываемым. Помимо всего прочего, у нас есть еще другая сторона участников этого большого праздника – это жители и гости. Здесь мы должны создать такие условия для них, чтобы это все было зрелищно, чтобы они располагались на безопасном расстоянии, могли видеть все соревнования, и, естественно, мы должны привлечь и торговлю, и какие-то активности, создать такие условия, которые бы позволили людям получить истинное наслаждение. В ходе заседания аркомитета на должность главного суди утвердили Даниила Исполинова, главного суди – Сименхат Мерита Ивана Белугина. С подрядчиком, с потенциальным, мы уже и с самими гонщиками прорабатывали. В этом году пришли к такому мнению, что у нас будет большое кольцо, это как раз-таки для снегоходов Дуран, а для иномарок это будет маленькое кольцо, уже более приближенное именно к кроссовым стандартам. В целом, регламент юбилейных 25-х гонок останется неизменным. Единственная трасса изменит свою конфигурацию, станет более удобной. Ольга Русл, Леонид Шишелов, телеканал «Север». На Ренмаре открылась ярмарка, сделана в НАУ. Для жителей и гостей Заполярье прямо в центре города организовали торговый павильон, где можно выбрать сувенир и другую продукцию местных производителей. Подробности у Елизаветы Кабановой. А вам когда-нибудь хотелось приобрести нечто столь уникальное, как шкура росомахи? Или, быть может, вы давно хотели попробовать сладости из северных ягод? На ярмарке сделано в НАУ. Любой желающий может приобрести не только всеми любимые товары, но также и уникальные. К примеру, как эта перьевая ручка из рога оленя. Сладости из северных ягод, сувениры с национальными орнаментами и символикой, изделия из кости оленя, а также всевозможные меховые товары. Столь редкая продукция – одна из изюминок Ненецкого округа. Открытие ярмарки – это важный шаг в развитии не только экономики, но и туризма Заполярия. Этот совместный проект начался, на самом деле, еще в 2018-2019 году. И родился он из-за того, когда мы выезжаем на большую землю и говорим, что мы из Ненецкого второго округа. Многие путают нас с Ямало-Ненецким округом. Нас немножко это ранило, и поэтому мы решили сделать какую-то историю, чтобы мы стали узнаваемы. На ярмарке можно приобрести не только всеми любимые меховые куклы и магнитики. Для любителей более интересных подарков здесь представлены бубны и шкуры северных животных. Очень большой популярностью у нас пользуется ручная работа мастера-пырерка из Красного Натальи, подвески и куколки-магнитики на холодильник, также тарелочки сувенирные. Для гурманов на прилавках джерки из оленевого мяса и сладостей из северных ягод. Причем вся продукция прошла сертификацию. Где еще, как не в северном регионе, можно полакомиться такими деликатесами? Собственно, эта выставка нацелена на то, чтобы люди узнали о той продукции, которая выпускается именно в нашем округе. Национальной продукции, аутентичной продукции. Мало произвести, продукцию нужно еще и продвигать. На ярмарке представлена продукция 10 предпринимателей. С помощью аутентичной площадки производители смогут рассказать о своих товарах. А жители региона приобрести интересные подарки в одном месте, да еще и в центре окружной столицы. Ярмарку развернули в торговом здании по адресу Ненецкая, 16. Одними из первых выставку продажу посетили представители Федерального агентства под делом национальностей. Нам очень нравится инициатива проведения такой выставки. Я сегодня уже говорила о том, что очень символично получилось, что мы приехали в регион, чтобы обсуждать тематику развития этно-туризма и народных промыслов. И как раз оказались на открытии выставки «Сделано в НАО». И мы считаем, что такого плана и инициативы должны развиваться сейчас в каждом регионе, потому что не только этно-туризм, но и внутренний туризм сейчас на пике в России. Посетить ярмарку «Сделано в НАО» жители и гости города могут с понедельника по субботу с полудня и до 19.00. Работать площадка будет в течение двух месяцев.